Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, подборочка того, что я носила на этой неделе. Солнце светит мне прямо в глаз, поэтому переставлю-ка я штатив и покажу, что я носила на этой неделе. На мне макосина, потому что тепло, на мне джинсы Massimo Dutti, подвернутые и широкие, на мне пиджак-пальто, на мне свитер и на мне белая шапка, которая не попадает в кадр. Сейчас я снова попытаюсь поменять расположение штатива, и вы увидите мою красивую шапку. Вообще шапка и любой головной убор, я поняла, опять же, составляя свои видео, примерки в магазинах, что это очень важно для образа. И мне нравится Италия в том числе тем, что на самом деле на улице может быть плюс 18, а многие модницы и модники уже надели шапки. Ну что ж, я в шапке шапку видно, шапка связана на заказ, теперь мои ноги не попадают в кадр. Часто мне пишут, Яна, почему ты обрезаешь себе ноги? Я не обрезаю себе ноги, я не очень хорошо вижу, что я снимаю, потому что очень маленькая беговая дорожка, нет, не беговая дорожка, на которой я вижу запись, и я не совсем себе представляю, что и как я снимаю, и попасть вообще в кадр с головой и ногами, тем более с головой, на которой шапка, потому что, видите, шапка увеличивает рост, это, в общем-то, достаточно сложно. И моя блогерская радость, как я часто говорю, это на самом деле с первого раза уместиться в кадр, чтобы голова попала и ноги попали, и это достаточно сложно. Ну что ж, следующий мой образ, таким образом я принарядилась, чтобы поехать в Венецию, чтобы не замерзнуть, но в то же время и жарко бы не было, потому что в Венеции я очень быстро хожу, я все время тороплюсь, и всегда боюсь, что мне будет не столько холодно, сколько жарко. И придется снимать пальто и нести его в руках, это очень неудобно. На мне ботинки, все, кто переживал за то, что я мерзну, вот иногда все-таки я их надеваю, эти ботинки имеют название «ботинки на час», потому что ровно час они не жмут. На мне те же самые джинсы, тот же самый свитер, потому что на самом деле видео записывалось в тот же самый день, это утро, а первый кадр, который вы видели, это уже вечер, я приехала из Венеции, поехала за Данечкой. На мне также кепка, потому что очень удобно снимать без темных очков, но при этом, когда имеется козырек. И могу сказать, что после того, как я прошла восстановление волос, а у меня еще одна процедура, мои волосы стали очень быстро загрязняться, очень быстро жирниться, они вообще потеряли объем, хотя, признаюсь, и на мой взгляд, они лучше стали выглядеть, но они объем потеряли. Следующий мой лук, что называется, все то же самое, только с другой стороны. Я только сейчас поняла, что, по всей видимости, эти джинсы мне пришлись по вкусу, и, как я часто рассказываю, вот если что-то мне нравится, я прям-таки ношу, не снимая. Другое пальто, оно двустороннее. Многие написали, Яна, ты любишь пальто в клетку, но говоришь, что у тебя нет, и вот у тебя пальто в клетку. Действительно, но оно двустороннее, то есть оно с одной стороны синее, и, как правило, я ношу его именно с синей стороной. Ну что ж, следующий образ тоже многие видели, так я принарядилась, чтобы пойти с мужем на прогулку, и вот так получилось, что уже на следующий день новая ординанса, новый декрет, точнее, новое распоряжение запретило нам гулять и прогуливаться в центре города в выходные дни, хотя это был не выходной день, но мы с мужем очень хорошо прогулялись, а ресторан, в который мы поехали, оказался закрыт. Мы предварительно не позвонили, но сейчас, на самом деле, огромное количество мест закрывается, просто нерентабельно работать, в итоге мы поели там, где часто бываем с детьми, и сами увидите в ближайшем видео, какая еда была. Стало очень нравиться, когда из-под пальто, либо из-под любой верхней одежды, это может быть дубленка, как в моем случае, либо тренч, выглядывает юбка макси длины очень и очень из легкой ткани, возможен шелк, либо полиэстер, который имитирует легкий шелк, органзу, шифон, смотрится очень красиво, в особенности в движении. Вот так я была одета, когда я пришла снимать в магазин, в один из магазинов, где я уже сняла несколько видео. В общем-то, все то же самое, только на мне не джинсы, по всей видимости, на мне юбка. Да, на мне черная юбка, и вот таким образом я выглядела, и потом просто пальто застегнула, потому что, когда шла по городу от парковки, было достаточно холодно. И это как раз-таки то пальто, которое двустороннее, которое чаще всего я ношу все-таки просто однотонной синей стороной наружу. А вот так я выглядела, когда поехала на съемку в магазин Павин. На мне пальто легкое на подкладе с меховым воротником из шершилы. На мне брюки от брючного костюма марки Massimo Dutti. На мне святурок мужнин, который мы покупали с ним один на двоих на рынке, на рождественских распродажах. Еще тогда подумали, много брать не будем. Такая цена классная и качество хорошее, но много брать не будем. В следующем году приедем и купим то, что нам нравится, и оно будет новым. А в этом году, скорее всего, этих рынков и не будет. Вот и думай, нужен тебе минимализм, либо не нужен. Нужны ли тебе покупки впрок, либо не нужны. И на мне также пояс-цепочка. Недавно я показывала витрины и говорила, что пояс-цепочка – это то, на что стоит обратить внимание. Обратила ваше внимание и свое тоже, и вот надела пояс-цепочку. Хотя у меня их было больше. Сейчас у меня их практически не осталось. В свое время я их раздала. А на самом деле пояс-цепочек из-за того, что очень красиво на талии свисает, драпируется, облегает талию – это очень женственный и действительно необычный аксессуар. Давно-давно мы не носили пояса-цепочки. Я сейчас я буду брать интервью. Посмотри на мои колготки и макосины. Как это? Супер. Мне тоже показалось классно. Очень красиво. Спасибо большое. Ну что ж, вот он мой следующий лук. Я говорила, что мне нравятся цветные колготки. Более того, светлые колготки всех оттенков цвета яичной скорлупы, сливочного масла. Это то, на что я обращаю внимание ваше и свое, когда вижу на модницах. Могу сказать, что этот образ, он вдохновлен Максмарой на самом деле. И является практически стопроцентным луком от Максмары. Исключение это, конечно же, колготки и обувь. Но если вы посмотрите на подиумные коллекции, вы увидите, что Максмар очень часто прибегает к цветным колготкам. Часто я получаю критику по поводу подвернутых рукавов на своем пальто. Могу сказать, что если вы зайдете в магазин и примерите пальто Мануэла, вам всегда консультант подвернет вот таким образом рукава. Мне самой не очень нравится, потому что всегда выбивается подкладка. Но вот как-то так. Хочу также обратить ваше внимание на то, как хлястик должен смотреться на пальто. Он должен быть чуть-чуть приспущенным. Но этому я научилась не в Максмаре. Очень часто хлястик вот так вот мы затягиваем, потом его так оставляем. Мы не обращаем на это внимания. А обратила я свое внимание, когда делала примерку недавно в магазине. Помните, на мне были белые брюки, белый свитер, точнее белая рубашка и свитер терракотовый. И белое пальто наброшено. Так вот девушка в определенный момент подошла и поправила мне сзади хлястик. И с тех пор я сама тоже обращаю внимание на то, как хлястик смотрится на пальто. И действительно красиво, когда он слегка-слегка свисает. И также покажу вам, как завязывают пальто, по крайней мере, если идет речь об этой модели. Никогда ее не запахивают на вас. Всегда оставляют полый, что называется, встык полупальто. И вот таким образом завязывают. Макс Мара предлагает всегда завязать на бант с одним ушком, наверное, так будет корректно сказать. Я всегда завязываю вот таким образом. Узел тогда крепкий, не развязывается. Потом руки в карманы нужно опустить и слегка раздвинуть еще полупальто. Тогда получится очень красивая драпировка. Ну что ж, сегодня вот так выглядят моя обувь и мои колготки. Мне почему-то кажется, что если колготки были бы в цвет обуви, это тоже было бы очень красиво. Но найти розовые колготки крайне сложно. Нечаянно включила slow motion, поэтому придется посмотреть 20 секунд на мои прекрасные ноги. И пробуйте, внедряйте цветные колготки. Вы знаете, это действительно легкий бюджетный способ разнообразить свой осенний-зимний гардероб. Колготки могут сочетаться по цвету с одеждой, которая примыкает, то есть край юбки, край платья, край пальто, край пуховика. Либо могут совпадать по цвету с обувью. Оба приема рабочие, смотрятся очень хорошо. И в идеале, когда образ составлен таким образом, но этого очень сложно добиться, когда цвет колготок совпадает по цвету с одеждой, с краем одежды и также с обувью. Ну что ж, многие мне написали, этот отрывок уже многие видели, посмеялись от души, я думаю, так же, как и я. Я люблю его пересматривать. Многие мне написали, вы куда, на рыбалку собрались? Нет, на видео отчетливо слышался шум дождя. У нас был проливной дождь, мне пришлось достать дождевик. Мой муж спросил, что у тебя за новый дождевик, но он на самом деле не новый. Ну и просто вот так, что называется, на злобу дня проливной дождь, поэтому кепку я надела, чтобы сохранить укладку, обувь закрытую, чтобы не промокнуть, чтобы дождь мне не попала, не правомочил ноги. Ну и дождевик, потому что пока сажаешь ребенка в машину, даже если ты держишь зонт, это не очень удобно. Поэтому, в общем-то, на рыбалку мы не собирались, мы в сад поехали. Привет, элегантный! Ну что ж, вот так мы одевались на этой неделе. Опять я не попала с головой и с ногами в объектив. Часть обрезается всегда, но, повторюсь, как-то вот мне сложно всегда попасть. Желаю всем хорошего настроения и прекрасного дня. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Улыбочку. Субтитры сделал DimaTorzok